Итак, данный хадис передаётся от Аль-Бара ибн Азиб. Аль-Бара ибн Азиб сказал, что «Однажды мы совершили заупокойную молитву над кем-то из ансаров и последовали до могилы. А могила всё ещё не была вырыта. Так все мы сели рядом с пророком, алейиссаляту вассалям, и некто начал копать могилу. Пророк, саллиллаху алейиссалям, начал говорить. Этот хадис называется «Хадис от Аль-Бара о путешествии души». Так Аль-Бара ибн Азиб сказал. Пророк, алейиссаляту вассалям, взглянул на небо, а потом посмотрел вниз на землю. Он снова взглянул на небо, потом посмотрел вниз на землю, и затем он повторил то же самое в третий раз. Он повторил это три раза, спокойно взглянул наверх, потом вниз, после чего сказал «О Аллах, я ищу у тебя убежище от наказания могилы». Затем он начал хадис. Когда мусульманин находится в предсмертном состоянии и вот-вот покинет этот мир, приходит ангел смерти и садится у его изголовья, то есть это место прямо у головы. Затем спускаются ангелы небес с лицами яркими, словно солнце. С собой у них имеются саваны рая и райская парфюмерия. Таким образом, когда человек уже лежит на смертном адре, Аллах отправляет делегацию ангелов, предназначенных только для него. Итак, явятся ангелы с саванами рая и с райской парфюмерией, и они займут настолько огромную территорию, насколько может видеть глаз. Такое будет происходить в отношении элитной категории людей, что для них будет самая лучшая делегация. И в целом, когда в хадисе упоминается о подобном, то имеется в виду самое лучшее, потому что это и есть наивысшая награда, которую вы желаете. Вы ведь желаете именно такой уровень, что может объять ваше зрение. Представляете, что находитесь в толпе, и вы в центре внимания. И вы окружены миллионами ангелов, потому что именно так и выглядит то, что может объять зрение. Говоря «зрение может объять», мы имеем в виду буквально сотни тысяч, и все они несут мир и покой своим присутствием. Их лица светятся ярко, вы чувствуете райские ароматы, вы видите всех их. У них райские саваны. Как вы думаете, как повлияет на вас такая картина? Какое воздействие это окажет на вас? В этом и вся суть. Мы желаем именно такого уровня. И поэтому явятся ангелы и рассядутся так, что зрение ваше сможет их объять. Тогда ангел смерти скажет. «О, чистая и спокойная душа! Пришло время выходить!» Ангел смерти обладает силой, которой Всевышний наделил его. Он может забрать душу. И хотя он может сделать любым способом, он забирает душу самым нежным и мягким образом. Он приглашает душу. «Выходи, прекрасная и чистая душа!» «Я зову тебя к милости Всевышнего и его довольству!» Это показывает нам, что в самую последнюю миллисекунду между жизнью и смертью, человек, даже если монитор показывает, что сердце живо, даже будучи в окружении своих родных, он переходит в иные сферы. В нашем привычном понимании это может быть миллисекунды, мы не знаем. В нашем мире, если мы посмотрим на часы, то даже не успеем засечь этот момент. Но с точки зрения человека при смерти, события происходят в ином временном измерении. Для умирающего человека время и пространство воспринимаются по-другому. Барзах отличается от нашего мира. Там иные ощущения времени и пространства. Итак, человек, фактически еще будучи живым, уже увидит всех этих ангелов. Он еще не умер, но уже видит ангела смерти, и при этом все еще находится в этом мире. Ангел смерти зовет его «Выходи, чистая душа! Выходи, о прекрасная душа!» Навстречу довольства Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Его душа выйдет очень и очень легко, как бы вытечет». Здесь используется слово, которым обычно обозначается «течение реки». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Его душа вытечет, подобно тому, как вытекает вода из кувшина». Представьте текучесть воды, которая выливается из кувшины. Эта метафора также передает ощущение комфорта. Для любого человека плавно льющаяся вода – это символ мира и спокойствия. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, использовал это сравнение, чтобы передать ощущение покоя. «Его душа покинет тело, подобно воде, выливаемой из кувшины». Также красиво и изящно душа выйдет и попадет к ангелу смерти и ангелам вокруг. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Они не оставят душу без присмотра ни на секунду. Мгновенно вознесут ее на небеса». Другими словами, душу не оставят в одиночестве. Душа не ощутит пустоту и незащищенность. Нет. Ангелы подойдут и укутают душу. Умастят райскими ароматами. Кстати, интересный момент. Мы, провожающие, укутываем тело, а душу – ангелы. Наша задача – позаботиться о теле. Это наш фарзуль кефае. Если есть семья, то они, если нет, то это сделает общество. Мы должны позаботиться о теле, которое человек оставляет. А душа, которая уходит в иной мир, попадает под ответственность ангелов. Они обернут ее в изысканные райские одеяния и умастят райскими духами. И на протяжении всего пути к Аллаху они будут проходить мимо других ангелов, которые будут спрашивать «Кто эта прекрасная душа?» Сопровождающие ангелы ответят «Это такой-то, сын такого-то». И затем назовут его лучшими из имен, которыми его упоминали при жизни. Если кто-то когда-то сказал «Он честный человек», ангелы повторят «Такой-то, сын такого-то, честный человек». Если его назвали щедрым, ангелы назовут его таковым. То есть это будут все положительные прилагательные, которыми человека называли на земле. А значит, что мы должны делать, братья и сестры? Творить добро. Нам ведь хочется, чтобы ангелы использовали эти прилагательные. Пророк Алейсаляту Ассалям сказал «Наилучшими из слов, которыми называли человека люди, ангелы назовут его, поднимаясь в небеса». И здесь показан еще один общеизвестный факт о том, что небеса переполнены ангелами. Мы знаем, что ангелы есть повсюду. И когда ангелы сопровождают душу, они проходят мимо ангелов, которые не знают, чья это душа. И поэтому они спрашивают «Кто это?». Но они сразу видят, насколько прекрасна эта душа. Почему? Из-за ангелов милости и райских одеяний и ароматов. Встречным ангелам сразу становится понятно «Это хороший человек». Они вопрошают «Кто этот добрый человек?» «Кто эта чистая душа?» Сопровождающие ангелы ответят «Это такой-то, сын такого-то», сопроводив его имя всеми прекрасными эпитетами, которыми его называли «при жизни». Еще раз помните, все мы пройдем через это. И на этом этапе все мы будем чрезвычайно напуганы. Такова человеческая природа. Сталкиваясь с чем-то новым, человек пугается, что уж говорить про выход из этого мира. А что происходит потом? Наступает покой, мир. Нисходит утешение о том, что не только ангел, который вас сопровождает, но и каждый встречный ангел, каждая группа на вашем пути улыбается. Они сияют, ободряют вас. И это награда за праведную жизнь в земном мире. Тот, кто жил праведно, уже на этом этапе начинает вкушать плоды свои добродетели. И так они поднимаются. При этом очевидно, что человек пребывает в состоянии тревоги и даже паники. Они поднимаются все выше и выше, и на протяжении всего пути ангелы успокаивают душу, называя ее лучшими именами. И вот они достигают самого высокого уровня неба. Пророк Али-Иссаляту Ассалям сказал, когда это происходит, небесные врата распахиваются перед ним. И вновь представьте себе этот высочайший статус, сопровождение ангелами, все двери открываются перед ним, на нем райские одеяния и ароматы. Как вы думаете, как теперь чувствует себя человек? Все более и более умиротворенным. И они поднимаются все выше и выше до тех пор, пока не достигнут высочайшего из уровней седьмого неба. Они пройдут через все небесные уровни, и на каждом из них ангелы будут успокаивать душу. В итоге они достигнут седьмого неба, и будет сказано. Кем сказано? Из других хадисов ясно, Аллах скажет это. Всевышний скажет, впишите его имя в список Иллийин. Иллийин – это название списка праведных людей, об этом говорится в Коране. Иллийин – это самый высокий, высочайший список, в который вписаны праведные люди. И Всевышний во всеуслышание объявит, впишите имя моего раба Иллийин. Затем Всевышний скажет, верните моего раба в тот мир, ведь из того мира я его создал. Я верну его туда, чтобы забрать впоследствии. Рой, душа человека, будет возвращена в его тело. Субтитры создавал DimaTorzok